Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». С вами Вадим Дзюба. О том, чем запомнилась эта неделя, расскажем прямо сейчас. В этом выпуске. Русскому центру в Гранаде исполнилось 5 лет. Русский мир отпраздновал День славянской письменности и культуры. Последний звонок впервые прошел в онлайн-формате. А теперь более подробно об этих и других новостях. Пять лет назад свою работу начал Русский центр Университета Гранады. Исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин поздравил коллектив университета с первым юбилеем центра. Наша телерадиокомпания присоединяется к поздравлениям и всегда рада интересным новостям. Фонд «Русский мир» высоко ценит партнерство с Университетом Гранады. Основы деятельности Русского центра составляют разнообразные курсы русского языка для начинающих, для тех, кто уже владеет языком в разной степени и для бизнесменов. О качестве курсов говорит большое количество позитивных отзывов и благодарностей, опубликованных на сайте Русского центра. Помимо курсов в центре проходят многочисленные мероприятия как для студентов Университета Гранады, так и для жителей города. Сейчас в условиях карантина центр продолжает свою работу в онлайн-формате. Мы уверены, что Университет Гранада и его русский центр и в дальнейшем будут таким флагманом нашим партнером в Испании, что то, что начато было пять лет, будет развиваться успешно. Для нас очень важно, что и в открытии Русского центра в Университете Гранады принимала участие Людмила Алексеевна Вербицкая, выдающийся ученок-филолог, которая была инициатором создания фонда «Русские меры», которая многие годы бессменно возглавляла Попечительский совет фонда. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке открытия, кто на протяжении этих пяти лет активно работал в центре, благодаря которым центр приобрел большую известность, популярность у студентов. И пожелать им, как сейчас принято, сначала крепкого здоровья, успехов творческих, благополучия семьям. Спасибо вам за все, что вы делаете, и с пятилетия у вас, дорогие друзья. Также «Русский центр» для вас подготовил праздничный онлайн-концерт. Всех онлайн-гостей ждет обращение ректора университета Гранады Пилар Аранда Рамиреса. Поздравление посла Российской Федерации в Королевстве Испании Юрия Корчагина, ректоров университетов России и Испании, а также многих других. В качестве культурной программы прозвучат русские народные песни в исполнении испанской группы «Калинка» также выступит композитор и пианист Андрей Резник с пьесой из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского. И молодые дарования из музыкальной школы имени Стасова. Несмотря на то, что юбилей русского центра пришелся на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в мире, есть и свои плюсы. Побывать на празднике теперь может любой, кто имеет доступ в интернет и хочет больше знать о России и говорить по-русски. Накануне «Русский мир» отпраздновал День славянской письменности и культуры. Виртуальное путешествие по русским центрам совершила моя коллега Евгения Фахурдинова. Праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших первый славянский алфавит. Кириллическая азбука стала основой для письменности на русском, белорусском, болгарском, сербском, украинском, македонском и черногорском языках. Учащиеся русскоязычных курсов из разных стран записали видеоролик с прочтением стихотворения «Выучи русский язык» узбекского поэта Сабира Абдулы. В произведении описываются выразительность и богатство русского языка, а также упоминаются русские писатели Александр Пушкин, Лев Толстой и Максим Горький. Он твой наставник, великий, могучий. Он переводчик, он проводник. Если штурмуешь познание круче, выучи русский язык. Виртуальный проект объединил людей разного возраста, которые изучают русский язык в представительствах Россотрудничества в разных государствах. В Болгарии этот день также отмечают, но называется он «День болгарского просвещения». В городе Старозагора по случаю праздника дети, изучающие русский язык в школе номер 2 имени Петку Рачева-Славейкова и активно посещающие русский центр в региональной библиотеке имени Захария Княжески продекламировали в русском переводе гимн болгарского образования «Иди вперед, род возрожденный». Так будьте ж вы благословенны, святой Кирилл, святой Мефодий, молить творящих незабвенно в болгарском мире и народе. Пребудет ваше имя в мире и с ним народная любовь, ведь ваша речь для нас открыла плавянство на века веков. Любите ли вы мед так, как любят его в русском центре города Старозагора, где накануне отметили Всемирный день пчел. Праздник удался на славу. Ребята узнали больше о насекомых, сделали тематические поделки и, конечно, не обошлось без угощений. За всем происходящим дистанционно наблюдала моя коллега Альбика Ильясова. Сотрудники, волонтеры и учащиеся русского центра города Старозагора, что находятся в Болгарии, отметили Всемирный день пчел. Симпатичное и полезное насекомое обзывалось собственным праздником в 2017 году, когда Генеральная Ассамблея ООН поддержала предложение Словении учредить новую памятную дату. Выступая с довольно экзотической с виду инициативой, балканская страна стремилась не только отметить вклад в развитие современного пчеловодства своего уроженца Антона Янши, но и привлечь внимание к проблеме исчезновения пчел, информировать население об их важной роли и объяснять, как их можно защитить. Участников праздника ждала образовательная и развлекательная программа. Познавательные факты про пчел рассказала волонтер русского центра Галина Славова. Она объяснила детям, что будущее продовольствия зависит от пчел и что мир без них – это мир без любимых фруктов и овощей. Накануне праздника русский центр связался с послом акции «Медовый меридиан» российского благотворительного фонда «Планета пчел» Еленой Ангеловой. Собеседники вспомнили, как в прошлом году провели благотворительную акцию, в которой дети за несколько дней нарисовали более 240 картин и направили их онкобольным сверстникам из России. А также обсудили планы на будущее, объявили международный творческий конкурс «Планета пчел», который продлится до конца августа. Болгария из России, города Санкт-Петербурга. 20 мая весь мир отмечает Всемирный день пчел. Благотворительный фонд «Планета пчел» поздравляет вас с присоединением к международному проекту «Медовый меридиан». Все проекты благотворительного фонда «Планета пчел» направлены на привлечение общественности к массовой гибели пчел на планете Земля. Каждым днем к строительству «Медового меридиана» присоединяются все больше новых городов и стран. Строительство «Медового меридиана» продолжается. Ждем от вас как можно больше новых работ. А учащиеся первого В-класса школы номер 2 имени Петко Славейкова с преподавателем русского языка Борисом Книжаровым отметили Международный день семьи. Без исключения, все ребята сошлись во мнении, что семья – это самое необходимое в жизни человека. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю я считать. Папа, мама, брат, сестра, а мизинчик – это я. Всероссийский последний звонок впервые прошел в онлайн-формате. Нынешним одиннадцатиклассникам пришлось прощаться со школой виртуально из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Министерство просвещения организовало всероссийскую акцию «Последний звонок-2020» в виде марафона из поздравлений и флешмобов в социальных сетях. Школьников ждали увлекательные акции, бесплатные виртуальные подарки и интерактивные маски. Прямые эфиры с лучшими педагогами России и просто интересными личностями, которые поделились воспоминаниями о школьном времени, поздравили ребят и поблагодарили учителей. Утром в социальной сети ВКонтакте открылся масштабный марафон. Его провели Министерство просвещения при участии российского движения школьников и Международная ассоциация студенческого телевидения. Старт дал министр просвещения Сергей Кравцов, который поздравил школьников и поделился воспоминаниями о своей учебе. Я знаю по себе, как волнителен этот момент, с каким трепетом вспоминается последний звонок. Это добрая традиция, и каждый из нас, взрослых, сегодня вместе с вами вспоминает, как прощался со школой, вспоминает своих любимых учителей. В этом году по понятным причинам мы рекомендовали регионам проводить последние звонки в режиме онлайн. Но мы рассчитываем, что уже выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате. Затем эстафету приняли учителя и выпускники из разных регионов страны. Их поздравления и воспоминания завершились звоном колокольчика, который остается символом последнего звонка. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что несмотря на режим самоизоляции, вокруг вас происходит множество событий, в том числе онлайн. Вы сами можете создать летопись этого необычного периода жизни, например, сняв ролик о том, как проходит ваша жизнь в условиях карантина. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Будьте здоровы, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok